Прямоугольные треугольники На этом занятии мы изучаем свойства прямоугольных треугольников и применение свойств прямоугольных треугольников при решении задачи. Прямоугольный треугольник Прямоугольный треугольник у нас А, Б, С Угол С прямой Стороны, образующие прямой угол, называются катетами 1 и 2. Сторона, лежащая против угла 90 градусов, называется гипотенуза. Этот угол у нас 90 градусов. Свойство первое. Сумма двухостых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. То есть этот угол у нас 90 градусов, угол С. И нам надо доказать, что угол А плюс угол В дадут нам 90 градусов. Доказательство. Угол треугольника АВС прямоугольный. И угол С прямой мы с вами знаем. Это по условию. По теореме о сумме углов треугольников мы знаем, что если сложить все треугольники, так вот сумма всех углов треугольников равна 180 градусов. АВС сложить будет 180 градусов. Сумма всех углов треугольника равна 180 градусов. Откуда, если у нас С 90, то мы получим 180 градусов, отнять 90, и у нас останется угол А плюс угол В, тоже 90 градусов. То есть получается А плюс В будет равняться 180 градусов, отнять угол С и будет 90 градусов. Все, что и требовалось доказать. Ну, например, давайте попробуем использовать. Нам известен угол А 56 градусов. Так как треугольник у нас прямоугольный, угол С прямой, то угол В будет равен 90, отнять 56, будет 34. То есть сумма А и В это будет 90. 56 отнимаю, значит угол В будет 34. Давайте второе свойство рассмотрим. Свойство 2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла 30 градусов. Один катет, второй катет. Так вот, этот катет АС, он лежит против угла 30 градусов. И он равен половине гипотенузы ВСС. Это надо доказать. Итак, доказательства. Чтобы это доказательство нам с вами выполнить, мы построим точно такой же второй треугольничек. треугольник А, А, Б, С у нас, да? Или Б, А, С, угол А прямой. А здесь будет Б, А, Д. Совершенно такой же. Мы его приставим таким образом, чтобы вот эти вот катеты совпали. Тогда получается, это вот угол 60, этот 60, этот 30 и 30 тоже дадут. Отсюда мы имеем равносторонний треугольник. 60, 60, 60. И все стороны в этом треугольнике равны. Тогда доказательства. А, Б, Д и А, Б, С по построению равны. Получили А, Б, Извиняюсь, Б, С, Д равносторонний треугольник. Мы с вами уже это определили. В котором стороны, в котором углы Б, С и Б, Д, то есть все углы, собственно говоря, равны по 60 градусов. Поэтому, само собой, разумеется, Б, Д и Б, С равны между собой. И Д, С тоже. То есть все углы равны, Господи, Боже мой. Тогда получается, что Б, С равен Д, С стороне. А так как точка А делит эту сторону пополам, угол 90 и 90, значит, получается у нас в равностороннем треугольнике делит пополам эту сторону, то А, С равно половине Б, Т. То есть А, С равно 1, 2, Б, С. Что и требовалось доказать. Давайте попробуем на примерах посмотреть. Значит, что? Если мы возьмем треугольник, А, С, Б, прямой угол, эта сторона у нас 4, лежит против угла 30 градусов, это будет у нас равно, само собой, разумеется, в два раза больше, то есть 8 сантиметров. Давайте здесь посмотрим. Посмотрите, эта сторона известна, эта в два раза больше, если это 4,2, то умножить на 2 будет 8,4. Раз эта сторона у нас является 90 градусов, это у нас является гипотенузой, два раза больше этого катета, значит, вот этот угол будет равняться чем? Угол П 30 градусов, этот, естественно, будет равняться 60 градусов. У нас с вами ответ. Так как угольник прямоугольный, прямой и так далее, и тому подобное, все, что я сказал, угол П равен 30, а значит, угол Р равен 60. Все, элементарно. Ну, таким образом. И 60. Давайте задачу рассмотрим. Задача 1. Найдите углы в набедренном треугольнике. Если это прямоугольный треугольник, и Б угол 90 градусов, эти две стороны равны, значит, два угла А и угол С тоже должны быть равны. Так как этот угол 90, то сумма угла А и угла С равняется 90 градусов. 90 разделить пополам будет 45 градусов, здесь 45, и здесь 45 градусов. Задачу решили. Следующую задачу давайте посмотрим. По данным рисунка, решить задачу. Это 30 градусов, это 5 и 6. Найти эту сторону. Сторона, этот катет, лежит против угла 30 градусов, это 90 градусов, как вы поняли. Значит, это будет в два раза больше. 11 и 2 десятых. Ну, такие вот задачи, в принципе. Не сложные, они в учебнике у вас такие же самые. Самое главное, запомните два признака, два свойства, которые мы с вами изучили. Задачи будете решать легко и просто, а это все вам понадобится при сдаче экзаменов и в 9 классе, и в 11. И еще одна задачка. Давайте посмотрим. Тут нам с вами придется вспомнить интересную такую вещь. Это у нас внешний угол. Это 90 градусов, естественно, это треугольник прямоугольный. Внешний угол равен сумме двух вот этих вот острых углов. То есть, вообще это будет сколько? 180, да? 180. Давайте посмотрим. Как у нас с вами будет получаться. Если это 180, 180, то выходит таким образом. 180 отнять 120, у нас остается 60, да? 60 градусов. 60 градусов. Угол В и угол А в сумме дадут 90 градусов. 60 отнять, 90 отнять 60, будет 30 градусов. Верно? Верно. В таком случае, длина вот этого катета будет равняться в два раза меньше, чем длина гепатенузы. то есть, 15 разделить пополам, 7,5 десятых. В принципе, ничего сложного. В принципе, ничего сложного. А на чем мы с вами пока остановимся... Так, вот еще одна задачка у нас с вами. Давайте посмотрим. Задачка маленькая, более, наверное, сложная, да? Давайте так вот взглянем. 90 градусов, как вы поняли из условия задачи. Это 45. Это 7 у нас с вами. Найти длину АБ. Если у нас это 45 градусов, это 90. Значит, этот угол у нас тоже будет 45. Верно? 45, 45 дадут 90. Это 90, всего 180. Хорошо. Значит, этот угол 45 мы определили. Так как треугольник равносторонний, то длина вот этой стороны ДБ будет равняться тоже 7. Ну и дальше давайте пойдем. Этот у нас угол по условию угол С 90 градусов. Здесь у нас 90, потому что мы имеем перпендикуляр СД опущенный из угла С. И значит, если этот 45, то это тоже будет 45. Верно? 45. Если мы имеем тут 45 градусов, а этот угол будет 90, значит, этот тоже будет 45. В таком случае эта сторона будет равняться этой стороне. Мы будем иметь равнобедренный треугольник. Это 90, 45 и 45 против равных углов равные стороны. Это 7. 7 прибавить 7. Будем иметь 14. То есть длина стороны АВ равняется 14. Из всего того объема знаний, который мы с вами имеем, мы, проводя определенное заключение, решаем быстренько эту задачу. И ответ у нас с вами получается АВ равняется 14. На этом мы с вами занятие закончили. Всего вам доброго. Желаю вам.